Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше и поговорим мы сегодня про тренды языков программирования на 2022 год. Поехали! Я буду использовать ресурсы с обечательного сайта redmonk.com, ссылочки оставлю в описании на две статьи, которые я сегодня буду использовать, точнее буду использовать два графика из двух статей с этого сайта. Ребята занимаются анализом востребованности языков программирования, делают это довольно интересным образом, но тем не менее хочу напомнить, что любые численные оценки языков программирования всегда нужно воспринимать с неким скепсисом, потому что, ну понятно, это всего лишь оценка, это мнение, и оно должно быть одним из многих мнений в том решении, которое вы принимаете. Не надо все вот потом валить, что я рассказал, что эти языки будут лидировать. Нет, это всего лишь мнение. Давайте поговорим, что у нас есть. Значит, redmonk собирает статистику по многим языкам программирования, формирует, соответственно, формирует рейтинг и присваивает место, да, какое-то место в этом рейтинге языкам программирования. И он делает это так давно, что у него уже накопилось порядочно информации. Он сделал обобщенный рейтинг с 2012 года по 2021 год, на котором мы сейчас и посмотрим, как путешествуют языки программирования, какие попадают в тренды, какие, наоборот, из них выпадают. Итак, таблица выглядит следующим образом, точнее график. И что мы видим? Ну, вполне себе приятная ожидаемая картина, что у нас есть JavaScript, который, все мы знаем, все знают, что это язык, который уже много-много лет держится в трендах и весь фронт держится на JavaScript. Но есть интересный факт, что по версии RedMonk был момент в 2014 году, когда Java вытеснила JavaScript с первого места, пускай ненадолго, но тем не менее, не на полгода она вытеснила и лидировала. Потом какое-то время они вообще вместе находились на первых позициях. И, в общем-то, очевидно, что JavaScript и в следующем году будет лидировать. В этом смысле ничего нового не произойдет. Также, скорее всего, и Java никуда не подвинется. Но вот интересная штука происходит с Python. Смотрите, он достаточно долгое время был в районе четвертого места. То есть он держался, держался, держался и в какой-то момент он поднялся на третье место и через некоторое время поднялся на второе место. То есть с Python происходит то, что он попадает в сторону, распространяется в сторону компьютера Science и обработки данных Data Science и, соответственно, расширяет, активно расширяет сферу своего применения. Поэтому в следующем году он наверняка не отдаст своего второго места. Возможно, он окончательно вытеснит оттуда Java. Сейчас они как бы вместе на этом втором месте находятся. И вполне может быть, что в следующем году распределение будет уже такое JavaScript, Python, Java. Поэтому те, кто сейчас входит в IT и не хотят заниматься фронтом, понятное дело, что у них Python один из вариантов рассмотрения. Да, рассмотрение для изучения. Java это классика, которую можно советовать уже лет 20 подряд и вообще не бояться, что это как-то изменится. То есть, по сути, я могу вам сейчас сказать, учите Java, Python или JavaScript и гарантированно в следующем году они будут в трендах. Потому что это уже многолетняя практика и такой тренд сломать очень-очень сложно. Что происходит с PHP? Несмотря на то, что PHP у нас ругает, но кодовая база под PHP настолько большая, что он хоть и сдал позиции, но, в общем-то, это произошло в 2017 году. И с тех пор он как держал свое четвертое место, так и держит. Поэтому PHP как язык для разработки бэкэнда и как потенциальный язык для тех, кто не хочет заниматься фронтом, не хочет заниматься Data Science, не хочет связаться с Java. Вот PHP это отличный вариант. И я не думаю, что он сильно изменит свою позицию в следующем году. Скорее всего, он также останется на четвертом месте. О том, кстати, как определяются места мы поговорим сейчас чуть позже по второму графику. Пока мы будем просто оперировать понятием места. Так вот, PHP он никуда не денется. Дальше идет, опять же, классические языки программирования, которые годами никуда не уходят. Это C Sharp, C++. Ну, из них C++ классический, C Sharp не такой классический, но тем не менее. То есть здесь тоже ничего нового. В следующем году это тоже останется. Значит, вот отдельно хотелось бы поговорить про TypeScript. Это язык, который, как вы видите, появился в рейтинге всего лишь в 2017 году. TypeScript существует намного раньше, точно, мне кажется, с 2012 года так точно. Но в рейтинге в 20-ке он появился только в 2017 году. И вот с ним происходит невероятная штука. Он растет просто как на дрожжах. И я думаю, что это неспроста. То есть использование TypeScript становится очень и очень распространенным для фронта. И он активно, активно соседствует с JavaScript, потому что в JavaScript есть объективные проблемы. Проблемы с типами, проблемы с большими приложениями. А так как веб и фронт сейчас становятся везде, то, естественно, нужен язык, который будет немножко более управляемый, немножко более контролируемый, который будет легче делать статический анализ, по которому будет легче анализировать код и так далее. Поэтому TypeScript, как такой достаточно типизированный, но при этом простой язык программирования, он и растет по популярности. Потому что очевидны проблемы с JavaScript. Поэтому если говорить о том, что в следующем году может измениться, то вот как раз TypeScript может с восьмого места подняться выше. Вот, это TypeScript. И если вы выбираете, какой язык учить, JavaScript, TypeScript, например, или Dart, 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 кстати, только появился в рейтинге, я бы за ним еще понаблюдал. Либо, там, не знаю, какой-нибудь CoffeeScript или еще что-то. В общем-то, если вы ищете альтернативу JavaScript, то на сегодня наиболее рейтинговый это TypeScript, и я бы на него обратил внимание. Значит, язык C, Swift, R, это такие вещи, которые нужно точно знать, что они вам нужны, да, поэтому мы их не будем рассматривать. Из XC никуда не денется, он как 20 лет существовал, он потихоньку меняет свои позиции в рейтинге, но окончательно его вытеснить в 2022 году точно не получится, и он будет примерно так же 10-е, 9-е место занимать. Про Swift, который появился в рейтинге с 2015 года, сначала активный рост, сейчас замер, в общем-то тоже ничего особо и не изменится, я не думаю, что что-то изменится. Из интересного. Из интересного это такое выпадение Haskell, если мы посмотрим, он в 2012 году занимал 13-е место, а вот в 2020 году он вообще выпал из первой двадцатки. Опять же отмечу по версии Redmonk, и это связано с тем, что Haskell нам все обещает и обещает. Обещает, что сейчас выйдет очередная версия, и мир программирования просто взорвется, все перейдут на Haskell и будут на этом замечательном языке программировать. И все нас обвиняют, что мы не понимаем функциональное программирование, что мы просто не до конца понимаем Haskell, и еще чего-то не допонимаем. В общем, нас постоянно птичкают байками о том, что Haskell это бомба, которая вот-вот выстрелит. И этого не происходит. И не происходит по одной простой причине. Всем важна не надежность, не качество именно с позиции верификации кода, не качество с позиции верификации алгоритма. Всем важна простота введения специалистов и расширение базы специалистов. Нужен простой язык, да, JavaScript далеко, как мы знаем, не идеальный язык, но он простой, и на него легко найти людей. Поэтому с Haskell происходит что? Он достаточно сложный, он надежный, классный язык, но под него сложно найти специалистов, под него сложно найти проекты. И из-за этого интерес к нему все угасает и угасает. Поэтому, если говорить именно о потенциале Haskell в следующем году, то он, в общем-то, ничего с ним нового не произойдет. Все, кто любил Haskell, так его будут любить. Как язык для развития, для интересного направления, он замечательно подходит. Функциональное программирование, это очень интересная речь, но именно с позиции базовой подготовки, необходимой для работы с этим языком, все там не так просто, как нас пытаются убедить. Я часто слышу, что если бы вы изучали Haskell первым языком, все было бы просто, нифига подобного. Рейтинг показывает, что интерес к нему падает, потому что, как я уже сказал, обещают многое, а на практике ничего не появляется. Что еще из интересного? Понятно, что у нас выпал CoffeeScript. Это было очевидно, он, в общем-то, сначала немножко рос, потом падал и ничего интересного не принес. То, что появился Rust, да, то есть, несмотря на то, что Rust с какого-то, тоже с 12-го, наверное, существует, он впервые, да, вышел в 20-ку в 20-м году. Это говорит о том, что к нему достаточно интенсивный рост. Интересная ситуация с Go. Тоже появился в рейтинге в 15-м году и держит примерно, ну, те же самые позиции, да, то есть, в районе 16-го по счету языка программирования. То есть, с ним тоже ничего нового не произойдет. Стабильный язык, на нем можно рассматривать и трудоустройство, и изучение. За Dart, как я уже сказал, я бы понаблюдал. За Rust я бы тоже понаблюдал, но, судя по всему, интерес к ним растет. И, может быть, в ближайшее время они поднимутся и вытеснят, например, или догонят TypeScript. Хотя, как мы видим, вот по темпам роста, ну, в ближайший год этого не произойдет. То есть, даже вот такие резкие темпы роста как у TypeScript, они требуют от полугода до года для того, чтобы все это разогрелось. Таким образом, если хотите, гарантированное трудоустройство, минимум проблем, и учим JavaScript. Если хотим, в Data Science учим Python. И если нас интересует бэкэнд веба, тоже учим Python. У Python наверняка есть еще и другие приложения, которых я не знаю. То есть, Python, если вам нравится Python, можно смело учить, работу под него найти. Гарантированно под Java можно найти работу, под PHP. Ну, и, собственно говоря, вот эти языки, которые с позиции трудоустройства, наверное, самые-самые стабильные. Если что-то более экзотическое, это C++, C, C Sharp. C Sharp, это, возможно, Unity, GameDev или еще что-то такое. Вот, тоже туда подходит. Но, в общем-то, по сути, по сути, ничего нового, ничего такого сверхъестественного не происходит. Если вы хотите на Rust, тоже он активно растет, можно на него посмотреть. Dart я бы не рекомендовал, а вот TypeScript я бы к нему присмотрелся. То есть, из всей этой картинки я вижу, что присмотреться к TypeScript стоит. Если вы его еще не учили, но, например, знаете JavaScript, это очень-очень неплохо было бы выучить. Окей, давайте теперь посмотрим, как, собственно говоря, этот рейтинг формируется. Здесь есть вот такая замечательная картинка, и вот мы на нее сейчас посмотрим и поймем, поймем, как это все у нас формируется. Значит, смотрите, что делает Redmonk? Они собирают статистику по следующим показателям. Они некую взвешенную оценку берут относительно количества проектов на GitHub, и некоторые взвешенную оценку берут относительно количества тегов с тем или иным языком программирования в Stack Overflow. Что получается? Чем больше у нас проектов, тем мы дальше находимся по осиле X. Чем больше упоминаний на Stack Overflow, то есть, чем больше обсуждений с языком, тем мы выше находимся в этой графике. Получается, что вот этот угол, из-за него они как раз и формируют двадцатку. То есть, это языки, которые наиболее обсуждаемы, по которым есть достаточно большое обсуждение, большие отзывы и другие вещи, связанные со Stack Overflow, и при этом по ним есть проекты. То есть, легко предположить, что если есть, например, вот VBA, который практически, практически нет проектов, но широко обсуждается, да, то есть, понятно, что это местечковая какая-то история, которая, ну, непонятно, как ее масштабировать на рынок труда. Если у нас есть, наоборот, ситуация, когда много проектов, ну, вот этот угол, он свободен и мало обсуждений, это какие-то старые, да, вещи. То есть, если мы видим там Vim Script, в нем есть проекты, но нет обсуждений, то есть, это, скорее всего, просто уже умирающая технология, там, Pascal где-то по центру у нас крутится. То есть, очевидно, что если нет обсуждения, то нет и потенциала у языка, да, то есть, потому что есть старая кодовая база, вот здесь вот в этом смысле PHP интересен тем, что под него много проектов, их не становится меньше со временем, под него продолжают писать, то есть, кодовая база не уменьшается, а также много обсуждений. То есть, это говорит о том, что язык продолжает жить. А если мы возьмем тот же Perl, если я его вообще здесь найду, он наверняка здесь есть, но я его сходу, если честно, не могу найти. Ну, то есть, Perl тоже, он, соответственно, язык, который, на мой взгляд, не так востребован, и он должен где-то вот в левой части, в нижней части этого графика быть, но я его даже не вижу, да, не вижу. Pascal вижу, а Perl нет. То есть, таким образом получается, что этот график нам показывает именно тот рейтинг, который, конечно, нельзя сказать. То есть, вы можете сейчас сказать, а, ну, и что, что они в правом верхнем углу, ну, и что, что по ним много вопросов. Может, это забагованные языки программирования, но на самом деле баги, так или иначе, это вещи, которые есть во всех языках программирования. То есть, у всех языков программирования у разработчиков возникают вопросы. Почему у меня там не работает какая-то фича? И они идут и разбираются с этим. Поэтому сказать, что это проблема с языками, какая-то вряд ли. Скорее всего, это как раз в значительной степени популярность языка, количество общения и обсуждения вопросов, связанных с языком. Поэтому в этом смысле, мне кажется, рейтинг достаточно близок к действительности и показывает реальное положение дел. Но, конечно, здесь нужно понимать, что любые цифры, это всего лишь цифры, да, то есть, они берут и формируют рейтинг условной такой популярности по достаточно, на мой взгляд, верным показателям. Но там есть нюансы, и этих нюансов огромное количество. То есть, можно найти много причин, по которым язык может оказаться в правом верхнем углу, но не быть популярным. Но, по крайней мере, это совпадает, эта картинка совпадает с тем, что я вижу. И самое интересное, это язык Ruby, да, то есть, он примерно так же популярен, как TypeScript. И для меня это, на самом деле, неожиданность, потому что я всегда думал, что Ruby это язык, который не очень востребован и находится ближе к Perl. Но нет, и вот график показывает, что на нем до сих пор пишут, на нем до сих пор достаточно много обсуждений, и не так уж сильно он отстал от того же TypeScript, который мне, по моим ощущениям, кажется, сейчас становится очень-очень популярным. Это подтверждает движение по графику, который мы смотрели ранее. Таким образом, ничего особо в 2022 году не изменится. Лидеры останутся лидерами. Особо темных лошадок, которые набирают обороты, не видно. Rust, Dart, если интересно, можно присмотреться, они становятся популярными, они набирают обороты. TypeScript очень хорошо набирает обороты. В остальном, выбор такой же, как и в 2021 году. Стабильность, это, в общем-то, лучшая стратегия. С вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.